Вот по поводу кадровых решений в украинской нефтегазовой компании пришлось объясняться американской администрации. Один из крупнейших в стране частных концернов принял на работу Хантера Байдена, сына вице-президента США Джозефа Байдена. Официальному представителю Госдепы Дженнифер Псаке журналисты задали простой вопрос. Не приведет ли назначение Байдена-младшего в совет директоров украинской компании конфликту интересов и не будет ли оно расценено как вмешательство во внутренние дела иностранного государства? Есть ли у вас какие-либо опасения по поводу возможных интерпретаций конфликта или по поводу кумовства, в котором вы зачастую обвиняете русских? Нет, он частное лицо. Хорошо, но тогда российские и украинские олигархи, которые контролируют это, все они по-вашему тоже частные лица, правильно? Разумеется, мы не стали бы относить их в той же категории. Мне интересно, есть ли опасения по поводу того, как русские и украинцы воспримут участие в этом сына вице-президента США, учитывая нынешнюю ситуацию? Нет, никаких опасений нет. В том же духе о новой работе Хантера Байдена высказался «Белый дом» Джейк Карни. Заверил, что это не означает, цитирую, какой-либо поддержки со стороны администрации президента или вице-президента. Однако не стоит забывать, что Байден-старший во время апрельского визита в Киев обещал новым властям добиться энергетической независимости. А компания, в совет директоров которой вошел его сын, занимается добычей и реализацией голубого топлива именно на внутреннем украинском рынке. И в связи с этой ситуацией пресса уже припоминает скандал десятилетней давности, когда выяснилось, что в самом начале военной кампании США в Ираке, еще до разгрома Багдада, дочь другого американского вице-президента Дика Чейни готовила контракты на добычу нефти на территории республики.